Здравствуйте, мои дорогие, любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролок и практик. И сегодня мы гадаем с вами на любовь, на отношения. На ближайший месяц, что у вас будет происходить в личной жизни. Использовать я решила три колоды. Это романтическое таро, также, естественно, тайны тароли Норман и магические послания ангелов для влюбленных. Итак, эти две колоды я буду пока что откладывать в сторону. Вот так. А на таро... На романтическом таро... На романтическом таро я буду выкладывать пять позиций. И пока я выкладываю карты, я вас приглашаю на индивидуальные расклады, на консультации по ясновидению и на ритуалы. Пишите мне в вайбер, ватсап, в контакте, в инстаграм, в телеграм. Я вам отвечу, сообщу все свои условия консультации и цены. И мы с вами поработаем. Напоминаю, что видео актуально в тот момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад. Поэтому, если вы нашли это видео на просторах интернета, значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, я еще хочу сказать здесь, что мы сегодня обсуждали ощущение, вот знаете, как какая-то ассоциация себя с каким бы то ни было арканом таро. Вот я, допустим, сегодня ощутила, что я тройка пентаклей в сочетании с королевой мечей. Почему? Потому что я все время профессионально стараюсь развиваться, кто-то меня ценит, кто-то не ценит, но я все-таки на пути вперед. Но в то же время могу быть строгой. Иногда людей по своей логике, по железной, вижу насквозь, да, какие-то их мотивы. Из-за этого могу быть холодной. И вот мне интересно, с каким арканом таро из 78 карт вы себя ассоциируете? Напишите, пожалуйста, в комментариях. У нас в группе ВКонтакте было это обсуждение. Также в Телеграме. И вот мне интересно, что вы напишите, то есть подписчики канала на YouTube, да, что вы напишите по этому поводу? С какой картой вы себя ассоциируете? Или, может быть, с несколькими картами? Итак, первая, вторая, третья, четвертая, пятая позиции. Напоминаю, что вы можете ставить на паузу, выбирать, а потом переходить на свой тайм-код, потому что личная жизнь... Тут можно загадать все пять человек, можно загадать несколько позиций, можно загадать на себя одну позицию, на любимого человека другую. То есть что в ближайший месяц у человека, которого вы загадываете, будет происходить в личной жизни. Вот так-то. И для тех, кто выбрал первую позицию и такой вот светло-синий камень, мы начинаем. Итак, самая первая у нас карта, самая первая позиция – это Королева Пентакли. Ну, Королева Пентакли – эта карта довольно стабильная, да, все-таки. Она говорит о том, что в личной жизни будет какая-то определенность. Я вот это так вижу, определенность. И особого никакого движения я здесь не вижу. Ну, смотрите, если вы находитесь в браке, это ваш стабильный брак, самый стабильный, самый обыкновенный брак, понимаете? И, конечно, тут больше и сказать нечего, да, то есть получается так, что в этом браке обычное такое вот положение, когда женщина выполняет свои функции, мужчина свои функции. В принципе, все всем довольны. Женщина в семье пользуется авторитетом, мужчину она тоже уважает, понимаете? И, конечно, это также указывает на то, что в этом браке нет особых каких-то происшествий. Ну, например, я не знаю, там, сильные изменения из-за финансового положения плохого, да, или какие-то ссоры, конфликты. Вот эта карта не показывает. Она показывает, что люди в отношениях, они вполне могут справляться с любыми ссорами, конфликтами, трудностями, выходить из них лояльно, выходить из них они привыкли. Они знают подход друг к другу, они знают, как уже выйти из любого конфликта. И если вы человек одинокий, то здесь для женщины означает, по сути, стабильность. То есть в ближайший месяц изменений здесь никаких не будет в плане появления кого-то. Конечно, я еще сейчас буду карты докладывать, но вот пока я их не вижу, этих изменений. Или, может быть, в начале периода вы будете пока одиноки, да? То есть дальше, может быть, пойдут сейчас события, если я буду раскладывать. В начале периода вы встречаете этот период в ближайший месяц с одиноким человеком, и все тогда, да? Пока изменений не вижу здесь. А вот для мужчины это может быть женщина. Ну, какая женщина, опять же? Ну, очень серьезная для отношений женщина, либо знака земли. И если вы присмотрите в начале периода этого месяца, да, какую-то женщину, в принципе, она будет на отношения согласна, но только по-серьезному. И вам, мужчины, это нужно сразу же уяснить для себя, что женщина, она просматривает перспективы на будущее изначально на долгие годы, да, в отношениях. А мужчина, он всегда ждет каких-то легких отношений. Или может даже строить наполеоновские планы, потом резко разочароваться и все поменять. У женщины нет. У женщины более стабильное всегда положение в отличной жизни. Ну, давайте смотреть дальше. Вот если вы в браке, стабильность, да, если вы одиноки, опять стабильность. Если вы в отношениях, в каких-то внебрачных или в легких отношениях, ну, вот опять же, жизненная стабильность. Что же дальше, да, с этой стабильностью делать? Здесь мы видим шестерку пентаклей. Ну, на самом деле, в этой колоде шестерка пентаклей – это мужчина на улице, художник, рисует девушку. Девушка в это время позирует. Она довольная, вот скоро будет ее портрет. Естественно, они друг другу помогают. В чем? Мужчина получает деньги за свою работу, девушка – удовольствие, что ее нарисовали. Правильно? Правильно. И опять же, эта карта довольно спокойная. То есть вы можете с кем-то общаться на бытовые темы, да, в вашей личной жизни, опять же, какое-то ровное состояние. Кто-то оказывать может в этой карте вам поддержку на взаимовыгодных условиях. Либо отношения стабильные, взаимовыгодные, вот когда каждый поровну вкладывает энергию. Вот здесь уже король выпал, видите? Мало одиноких-то будет по первой позиции, мало. Почему? Потому что есть женщина, а есть мужчина. И между ними вот эта шестерка, которая говорит о том, что мужчина вкладывает в отношение энергию, женщина вкладывает в отношение энергию. И это все вкладывается поровну. Понимаете? Именно поровну, когда все серьезно на отношения настроены. Если вы одиноки, вы явно встретите такого человека, который будет вам оказывать поддержку. Но по шестерке Пентакли человек только на вас посматривает. Это не то, что он в ближайший месяц там сказал, давай жить вместе будем. Посматривает по-серьезному, зная, что вы женщина серьезная. Если мужчина, наоборот, у вас опять же, я сказала сразу же, что женщина серьезная, и она на вас посматривает, как для серьезных отношений, уже выстраивая планы на многие годы. Как приватизировать ваш дом, сколько там она курит, заведет в вашем огороде, ну и так далее. Конечно, эти карты говорят о хороших отношениях, о добрых отношениях, без особой страсти, без особого огня, но и без ссор, конфликтов, без мучений каких-то. Поэтому по первой позиции я считаю, что вот многие прям брак, да, брак показывают, обычный стабильный брак. Вот, особенно, который уже давно длится. Если кто-то с кем-то хочет помириться, то вы друг другу просто начнете оказывать поддержку, чтобы навести мосты, конечно же. То есть, без пары не остаетесь, да. В ближайший месяц с кем-то, по крайней мере, общаетесь довольно так хорошо. Давайте смотреть на Ленорман, что вам скажут карты. Видите, сад. Ну, сад, карта такая, она часто показывает именно каких-то людей-то, как знакомых, новых знакомых, да. Или каких-то людей, у которых уж больно пока что так общаются, но еще не вступили прям в саму-то вот эту связь-то, яркую, когда уже там страсть там кипит или еще что-то. Либо возрастные люди, что им уже до этой страсти, как до фени, да. Может такое тоже быть. Ну, тогда они вот, опять же, по якорю-то и заикорились друг с другом, друг за друга зацепились. Но по карте сад еще только притираются, да. Если у вас брак, карты показывают, опять же, сад, сад. Ну, вы с мужем, допустим, или вы с женой, видитесь, конечно, но для того, чтобы поспать ночь после работы и перед новым рабочим днем. Ну, часто такое бывает, когда в браке люди друг друга вообще мало видят, мало общаются друг с другом, поэтому выпадает сад. Что еще по саду можно сказать здесь? Вообще, карта бывает очень успешной в любви, на самом деле. И она может означать поклонника, поклонницу. То есть, когда человек явно на вас, вот, как я говорила, говорит, вот, я хочу тебе оказать поддержку, там, что-то тебе сделать хорошее. Но это еще поверхностное чувство. Это может быть дружба долгая между людьми для заведения отношений, да. То есть, еще пока приближаться близко невозможно. Вот. Ну, и это все по якорю очень стабильно, долго может развиваться. Однако, как будто люди вот долгое время эти отношения не прерывают. Ну, давайте смотреть теперь послание ангелов для влюбленных. Флиртуйте, советует карта. Направьте энергию своего легкомыслия на других. Ну, флиртовать здесь полезно. Почему? Потому что все как-то приземленно, все как-то спокойно. И когда вы флиртуете, вы разжигаете друг к друге страсти и интерес. И в любом возрасте страсти и интерес нужны, потому что они воодушевляют нас на развитие отношений. Ну, вот такая вот позиция номер один. То есть, совет-то вам сразу же карты и дали, да? Вот что разгоняет энергию. Флиртуй. Иначе так просто вот неинтересно будет. Даже с мужем флиртуйте, да? Позиция номер два. Белый камушек. Что у вас там в личной жизни в ближайший месяц? А тут сразу вот король кубков, да? Ну, король кубков – это мужчина, влюбленный в кого-то. Король кубков – это мужчина интересный, мягкий, умеющий слушать, умеющий ухаживать, я не знаю, эмпат, насквозь видит людей, у него сильная интуиция. Может быть, это вы в кого-то влюблены, да, в ближайший месяц. Кем-то заинтересовались. У вас появилась сразу кубковая масть, которая говорит о влюбленных эмоциях, да, когда человек может проявлять кому-то душевность. А если вы женщина, ну, вам вот мужчина падает, который в вас влюблен. Здесь однозначно кто-то рядом, да, сразу же выпадает. Первой картой. Это значит, что вы с кем-то строите в ближайший месяц отношения, даже если сейчас вы одиноки. У вас явная пара-то есть, что мужчина здесь гадает, что женщина здесь гадает. Мужчина на кого-то явно обратил внимание, да, фокус свой перенес на какую-то даму. А женщина, ну, понятно, что на ней сфокусировался мужчина. Давайте еще смотреть. Ну, вообще, карта, конечно, король кубков для отношений, ну, очень хорошая, если честно. Она всегда успех в любви предвещает. Ну, здесь что мы здесь видим, да, пятерка кубков. Пятерка кубков показывает, что одного мужчину раздирают на части две женщины. И это может означать все, что угодно. То есть, не обязательно это любовный треугольник в плане две соперницы, да. Хотя часто, конечно, означает, что мужчина-то есть, мужчина-то обратил на вас внимание, да, или мужчина-то рядом с вами, но приходится его с кем-то буквально делить или у кого-то из рук вырывать, у кого-то отбивать. Какая-то женщина им интересуется, почему нет. А если вы мужчина, вполне может быть, что вы столкнетесь с соперником, и вам придется с кем-то эту женщину делить и у кого-то отбивать, да. А может, вас будут разрывать две дамы. Но ситуация какой-то тройки все равно присутствует. Это может быть и другая история, когда родители делят своих детей с возлюбленными, да. Папы, мамы смешиваются в отношения, начинают лезть, начинают вот рвать на куски. Есть у вас, допустим, человек для любви, для жизни, а ему звонит мама и говорит, ну-ка поехали со мной за покупками. Вы раз это стерпели, два стерпели. А она каждый день до через день поехали за покупками, увезет его на четыре часа, а потом ему на работу. Когда вы введитесь? Да никогда, потому что мама забирает все внимание, да. Пойдем со мной в лес за грибами, пойдем туда, пойдем сюда, приколоти мне гвоздь. Он у нее роль мужа играет. И что вы сделаете в этой ситуации? У кого-то дочь, да, дочь, начинает уже взрослая говорить, папа, я хочу с тобой общаться, приходи нянчиться с внуками, или там мама, да. Вы начинаете с этим ребенком конфликтовать в итоге. Почему? Потому что я хочу внимания. Это у нас с тобой тут любовь, а все остальное мне по барабану, да. Делить можно человека с работой, делить можно человека с детьми, с родителями, с близкими, с соперниками. Вот, ну, какая-то дележка здесь явно в ближайший месяц-то у вас присутствует. Давайте еще смотреть. Ну, тут у нас рыцарь кубков еще падает. Вот как будто бы этот человек, несмотря ни на что, идет к вам с любовью, да, с отношениями. Если вы женщина, а если мужчина, как бы не были, не складывались бы ситуации, когда или вас делят, или вы кого-то делите, вы будете стараться все равно оказать вот это внимание, потому что женщина, о которой здесь идет речь, для вас самая любимая будет, да, самая хорошая. И вы все равно будете туда лезть, в эти отношения, даже если там что-то не так с треугольниками, с родителями, с женами, с бывшими, с мужьями, и так далее, вы все равно будете в эти отношения лезть по рыцарю кубков. Мол, хочу и все, да, хочу и все. Будете притворяться, будете что-то из себя выжимать, изображать, но все равно романтичный настрой здесь в картах явно присутствует. Одни сплошные кубки эмоций в ближайший месяц будет очень много затрачено. И очень много душевных каких-то переживаний, имитаний, и тут же и радости, и опять же этого какого-то соперничества, да. Много событий, много яркости в этом месяце для вас по поводу личной жизни. Конечно, если вы замужем, можете даже, ну, не знаю, начать там мужа делить с работой, с мамой, опять же, да, с детьми. Всякая, всякая идет история. Тут можно много всяких вариантов, как говорится. Давайте посмотрим, Ленорман. Ну, у вас, видите, аист падает. Парочка. Тут одиноких вообще мало, вот, судя по этим картам. То есть, даже если вы сейчас одинокие, одиночество вам в ближайший месяц не светит. Почему? Потому что аист с ключом, это как любовное гнездышко создали, да, или создаете с кем-то. вот вы вьете это гнездо. Никак иначе быть не может. По аисту, это точно быть с кем-то в паре. Это быть со своей второй половиночкой, да, которую вы любите, несмотря на трудности, несмотря на какие-то треволнения там в отношениях. Ничего это вас будет, конечно, коробить, но не до такой степени, чтобы вы с кем-то расставались, например. Наоборот, как-то даже объединяет, я бы сказала, любая проблема в отношениях, да. Конечно, можете там в чем-то разочаровываться, это бывают ссоры какие-то, но это мелочи какие-то, недорасставания. Смотрите, вот мне нравится здесь ключ. Я вообще считаю, что ключи, такая карта, она открывает очень много дверей нам, возможностей в жизни. И, понятное дело, что какой-то подход, вот как будто бы в ближайший месяц найдете к своему любимому человеку или в будущем любимому человеку. И, конечно, это плюс для вас будет, что вы так объединились, сплотились, у вас какая-то общая цель появляется, которую нужно вместе достигнуть во что бы то ни стало. У вас как новое дыхание, новые силы в этих отношениях. Ну, вот такая вот позиция. Давайте смотреть еще послание ангелов для влюбленных для вас. Помолвка. Ваша любовная жизнь выходит на уровень серьезных обязательств. Ну, помолвка для женатых уже, которые уже поженились, уже там давно в браке, может означать, что у вас новый конфетно-букетный период или сильное улучшение в отношениях идет. Может быть, даже будете вспоминать свою свадьбу, свою помолвку, да? Для тех, кто недавно в отношениях, все идет к серьезным. Для тех, кто одинокий, только там познакомится в ближайший месяц, ну, все-таки будут уже разговоры о том, что вот я хочу там в будущем когда-то с тобой серьезных отношений. Ну, такая вот позиция. Вот такая позиция номер два. Третья позиция, что у вас там в личной жизни в ближайший месяц или не у вас, кого вы там загадали, выпадает императрица. Ну, знаете, императрица это все-таки больше всего жена и мать, да? Ну, и очень достойная женщина, которой куча забот по дому, о своей семье забот, и она еще бывает, и еще и работает, да? На ее плечи все сложно. Конечно, это больше семейные люди. Вот если вы женщина, вы жена, мать, да? Если вы мужчина, у вас есть жена, однозначно. Но для одиноких императрица может означать одинокое царствование, когда вам приходится заботиться в одиночку, без мужчины, о своей семье, императора-то нет. Бывает такое. Пока что стабильно, пока что стабильно. То есть, нет здесь в этой карте того, что вы вот резко раз в начале месяца кого-то нашли. В ближайшие месяцы, вот если от сегодняшнего момента, как вы смотрите это видео, вы пока еще сразу же завтра никого не найдете, если вы сейчас одиноки. Что еще карта говорит? Она говорит в принципе об удовольствии от жизни, об удовольствии от личных отношений, если они у вас есть какие бы то ни было. То есть, все-таки какая-то целостность. Женщина, причем в отношениях себя довольно-таки ценит, уважает. Поэтому, если вы мужчина, уважайте свою женщину, и от этого уважения и будут зависеть ваши отношения, потому что она себя очень ценит. Звезда. Звезда все-таки на тени, люди за руки держатся, да, и мы понимаем, что сбылась мечта, и либо помирились, либо вместе, либо встретились, допустим, когда любовь была на расстоянии, да. Вот сначала на карте женщина одна, а теперь она с мужчиной. Она с мужчиной смотрит на большие солнечные часы, Или, а, ну, это определение сторон света, компас, большой компас. Поэтому, я так могу сказать вам, что здесь идет сильное улучшение в личной жизни, и для одиноких знакомств, когда вы мужчину или женщину себе находите, да. Для мужчины это же получается все равно подруга жизни, вот вы ее находите по звезде, мечта сбылась. Но вообще, когда императрица падает со звездой, о таких отношениях действительно можно только мечтать. Вот. Единственное, не преувеличивайте свои мечты, потому что многие, смотря видео, наделяют карты слишком как бы с такими полномочиями, да, что там, не знаю, рисуют себе миллионы долларов, там, богатого, там, Роберта Паттинсона, я не знаю, мужчину, там. Поэтому здесь не так нужно. Здесь нужно понимать, вот, кто вы сегодня, на каком месте вы находитесь в жизни, какие у вас есть возможности для того, чтобы построить личные отношения с кем бы то ни было, да, какой рядом должен быть партнер или партнерша. И когда вы смотрите этот расклад, мы видим императрицу со звездой, просто знайте, что высшие силы вас берегут, высшие силы вас благословляют на улучшение личной жизни. И, конечно, когда вы смотрите этот расклад, вы заряжаетесь от этих карт на то, чтобы личная жизнь действительно была как можно лучше, да, но все-таки знайте в жизни свой уровень какой-то, потому что люди иногда слишком мечтают о каких-то завышенных вещах, которые в данный момент жизни не могут исполниться вот так быстро, как они бы этого хотели. Мы же гадаем на месяц. Смотрите, дальше я здесь вижу тройку жезлов. Тройка жезлов женщина хохочет в компании мужчин. Если вы мужчина, ставьте себя на место этой женщины. Мужчина хохочет в компании женщин, да, это внимание со стороны противоположного пола. Откуда оно происходит? От того, что это вы замечательный человек, от того, что это вы притягиваете к себе этих всех людей, которые ценят вас, которые желают делать вам какие-то комплименты и говорить хорошие слова. То есть, мало того, что у вас в личной жизни, в принципе, будет сильное улучшение и вы с кем-то в паре, да? Но еще многие люди просто будут обращать на вас внимание, просто будут как-то выделять вас взглядом или словом. То есть, ваша почему-то энергия сексуальная растет, может быть, от любви растет. Когда кого-то любишь, когда ты счастлив, действительно, многие люди притягиваются в два раза быстрее, потому что видят твой счастливый взгляд, им хочется заразиться твоим счастьем. птицы, букет. Ну, конечно, эти карты означают, что в ближайший месяц будет много общения. И у вас и выше карты Таро, тоже это показали, что будет много общения, будет много внимания со стороны разных людей в вашу сторону. И это, я считаю, для многих людей хорошо, потому что есть куча женщин, допустим, или мужчин, кто жаждет этого внимания. Возможно, вы относитесь к этому числу. Ну, что еще тут могу сказать, да? То, что эта карта, она говорит о том, что, может быть, даже вокруг вас какие-то будут разговоры, и про вас что-то будут люди говорить, обсуждать вашу личную жизнь, как она вдруг резко повернула, как у кульпит, да? выбросила, выкинула. И вот букет, он всегда показывает, что вам будут дарить цветы или какие-то оказывать приятные знаки внимания. Даже для мужчины букет, который выпадает, он показывает, что вот она дама пик, да? Вот она женщина, которой он будет дарить цветы, ухаживать, она будет отвечать какими-то приятными словами на это все. Так что ждите именно прогулок, каких-то свиданий, походов в кафе, в кино и еще и комплиментов от окружающего мира. Ну и давайте смотреть послание ангелов для влюбленных. У вас выпала страсть. Позвольте своему сердцу и душе петь от радости. Да, если все-таки страсть вас настигает, отдайтесь ей. Я считаю это нормально. Когда ты встречаешь кого-то, нужно уметь, чтобы тебя захватили эти ощущения и прожить их. Это очень важно, потому что это воодушевляет, это дает даже стимул в работе и стимул выздоравливать, например. Поэтому просто отдайтесь этим чувствам. Вот такая позиция номер три. Перейдем к позиции номер четыре. Что вас ждет или кого вы там загадали в ближайший месяц в личной жизни. Выпадает у нас двойка кубков. Ну конечно двойка кубков это такая карта в этой колоде. Посмотрите на нее внимательно. Давайте я вам ее покажу поближе. когда сидит дама она в маске и она пьет ну какой-то алкоголь да вино например и рядом стоит мужчина и он тоже в маске и он тоже пьет вино и с ней как-то вот он пытается разговаривать общаться знакомиться поэтому раз они оба в масках это может быть общение по интернету в первую очередь любовь по интернету у вас в ближайший месяц знакомства какие-то по интернету либо это может быть когда люди только познакомились только начали общаться и узнают друг друга то есть ходят на свидание и потихоньку друг друга узнают если если давно в каких-то находитесь отношениях эта карта из этой колоды именно будет означать что каждый из вас носит в этих отношениях какую бы то ни было маску и будет каждый из вас что-то от второго скрывать одиночество по этой карте я не вижу я так понимаю что даже если вы сейчас одиноки в скором времени ну хотя бы по интернету но с кем-то вы общаться будете давайте смотреть следующие карты мы здесь видим карту четверка жезлов это свадьба кто-то пойдет на свадьбу кто-то получит предложение руки и сердца возможно от малознакомого человека но все-таки очень любимого желанного так скажем может быть друг с другом вы партнер партнерша друг от друга что-то скрываете но получите предложение выйти замуж или там жениться или вы кому-то сделаете предложение и вам скажут да если вы мужчина карта свадьбы она часто означает подготовку к свадьбе саму свадьбу перед посылки к свадьбе или надежда на то что вам сделают все-таки самое главное предложение или как-то что вам ответят согласием на это предложение хотя бы в будущем или что я нашел человека вот я его мало знаю да но я знаю что в будущем неплохо было бы за такого человека выйти замуж или на такой жениться понимаете это полная гармония двойка кубков четверка жезлов говорят о том что даже если это мало знакомый человек вот будет казаться что ну по крайней мере казаться да может и правда что это очень идеально подходящая для вас пара вот как вторая половинка как человек вот идеально как ключик замочек да когда друг другу люди идеально подходят когда этот ключик замочек открывает давайте смотреть еще для тех кто кстати поссорился карты примирения сначала как бы люди так отстраненно да друг с другом а потом уже вообще вместе десятка жезлов ну десятка жезлов видите она показывает встречу на вокзале или в метрополитене да вот когда метро то есть люди знакомятся люди встречаются люди ездят там одна ветка другая ветка давай встретимся в метро или у метро да у такого-то вот такая-то станция карта очень символичная она показывает что может быть друг от друга идет расстояние но люди встречаются идет встреча да Может быть, люди вместе куда-то едут, или хоть они, допустим, могут быть мало знакомы, но все-таки стараться встречаться, видеться или много проводить времени в общении. Также десятка жезлов может означать, что даже если партнер у вас или партнерша довольно много времени, вы вместе, уже довольно длительное отношение, она может означать, что вы начинаете вместе познавать мир, ходить куда-то, ездить куда-то вместе, больше проводить времени именно в посещении мероприятий, улиц, прогулок, каких-то музеев и так далее. Давайте посмотрим Ленорман. Выпала карта рыбы. Выпала карта лилия. Неплохие карты, которые, опять же, почему-то намекают. Вот, смотрите, это два короля, да, два короля. Может, у вас переход, если вы женщина, от одного мужчины к другому сейчас идет. Это тоже бывает такое, вероятно такое, да. Ну, также, что еще могу здесь сказать? Для мужчины особенно. Будете при деньгах, чтобы мочь подарить женщине букет цветов, и у вас, по крайней мере, не будет такой сильной нужды, да, там, что, где искать мне вообще на цветы деньги и так далее. Ну, конечно, карты больше мужской какой-то инициативы и ответственности. То есть, когда мужчина должен что-то решать, куда-то звать, что-то покупать, оплачивать, и все в таком духе. Если вы мужчина, берите на себя всю ответственность. Это нормально. Женщина, это для вас, как маленький ребенок, должна она быть. Не в смысле, там, пищать, да, и орать, и говорить, там, глупые вещи, а в смысле, что вы за нее отвечаете, что она слабее. Также эти карты могут означать некоторую благотворительность. В каком плане, да, что мужчина очень много помогает женщине, поддерживает ее, что-то за нее может даже оплатить, ну, не знаю, там, спасти ее в чем-то, долг какой-то оплатить. То есть, идет помощь. Давайте смотреть послание ангелов для влюбленных. Созависимость. Вашим любовным отношениям угрожают пагубные пристрастия. Что это означает? Это означает, что если вы с кем-то знакомитесь заново в ближайший месяц, берегитесь, этот человек может в себе, вот не зря же он на первой карте в маске сидит, да, может в себе скрывать какие-то зависимости, которых вы пока не знаете. И лучше проверить человека 10 раз, чем по четверке жезла сразу выскакивать за него замуж. И также точно мужчина, если вы видите перед собой очень достойную девушку, через полгода может оказаться, что у нее пятеро детей. А вы об этом просто не знали, а вам не сказали. У меня гадала целая куча народу, если честно, которые встречались с мужчиной и не решались сказать ему, что, например, у меня восьмилетняя дочь. Я говорю, зачем ты так делаешь? Зачем ты это делаешь? Что происходит вообще? И потом, когда мужчина ставился перед фактом, ему аж плохо становилось, да. Вот, поэтому примеров здесь много можно приводить, но нужно проверять партнеров, партнерш, особенно которые снова с вами в отношениях, ой, новые в ваших отношениях, в вашей личной жизни. Но если вы все-таки в каких-то постоянных отношениях находитесь, замужем, женатый или, ну, там, не знаю, пять лет встречаетесь, ну, вообще постоянно вместе, да, то могу сказать, что что-то этот человек от вас явно скрывает. И вы пока об этом не знаете. То есть все эти маски и вот эта карта, они показывают это. И вы, думаю, что можете узнать в этом в скором времени. Ну, такая позиция номер четыре. Давайте смотреть позицию номер пять. Что у вас или у кого вы загадали в личной жизни в ближайший месяц розовый камушек. У нас вышла карта справедливость. Ну, эта карта, она показывает всегда для людей в браке просто стабильный законный брак. И для людей вне брака карта показывает обиженность на какого-то человека, обиду, да. Когда вас, ну, за что-то несправедливо обидели. И это может думать как вы, так и другой человек, который с вами был в отношениях, да. То есть каждый убежден в своей правоте по этой карте. Также рядом с вами может быть очень принципиальный человек в ближайший месяц, у которого твердые жизненные принципы и непоколебимые. То есть я всегда прав права. Попробуй-ка такому человеку хоть слово сказать. Что бы вы ни делали, вы подвергаетесь некоторой критике, каким-то обязательно ущемлением. И обязательно вам выскажут и обязательно предъявят претензии. Это нехорошие отношения. Вы можете любить такого человека, но с ним, я трижды повторю всегда, очень сложно. Очень сложно жить, очень сложно строить отношения. Ну, шестерка жезлов здесь показывает все-таки прогулку на лодке совместную. То есть вы можете ходить на свидание с кем-то, что мужчина, что женщина, не важно. Общаться, знакомиться. Но вот эта вот обидна по справедливости. Она всегда будет пока что в ближайший месяц еще подтачивать вашу сердечную чакру, подблокировать так ее. Может кто-то на вас надавил, вот какой-то тиран, тиранша. А вы уже вот пытаетесь выйти из этого, строя какие-то новые связи, выстраивая какие-то другие отношения. Пока пусть легкие. Что еще тут у нас? Ну, видите, император падает. Это очень похож он на карту справедливость. Это очень жесткий человек. Неважно, мужчина или женщина, но человек с сильным характером, который действительно на вас мог надавливать. И этот человек может или она даже выводить вас на эту прогулку. Может такое быть. Видите, девятка кубков падает. Этот человек может периодически проявлять даже нежность. Но потом опять становиться довольно черствым или черствой. И вам сложно строить такие отношения. То есть вообще по пятой позиции я вижу и радость от отношений, и тут же некоторую или обиду, или как задевает вас человек своим характером каким-то тяжелым. Знаете? Давайте смотреть Ленорман, что у вас будет происходить в ближайший месяц. Видите, опять у нас император, справедливость и медведь выпали. Представляете? Это карты очень сильной личности рядом с вами, которая вас каким-то образом все равно подавляет. Я так, знаете, как понимаю вот это, что вы можете, конечно, быть этой сильной личностью. Вы можете кого-то подавлять, но чаще всего будет проигрываться как раз-таки наоборот. Что не важно мужчина или женщина рядом с вами, но уж больно давящий характер. И, конечно, на вас как будто бы три мешка картошки наложили. Что вас раз в неделю вывели погулять, вы обрадовались, исполнили какую-то вашу мечту или желание, купили что-то, а потом опять отворот-поворот. Опять, знаете, то, как это называется, добрый, злой полицейский. То хорошо, то плохо, да, то мед, ой, то пряник, то кнут. Вот так получается. Но в любом случае у нас, медведем, это забота со стороны более сильного человека в вашу сторону. Или если вы очень сильный человек, то это забота о более слабом. То есть вот эти карты, они всегда означают в сочетании своем, что сильный в отношениях заботится о слабом, да, но и имеет характер. Ну и давайте посмотрим послание ангелов для влюбленных. Выпадает, выражайте свою любовь, проявите смелость и сделайте романтический жест. Вот вам нужно выражать свою любовь, всегда выражать в ближайший месяц, кому бы то ни было, да, к человеку, который вам нравится, к которому вы влюблены. И эта нежность, она растопит в этом человеке вот его принципиальность или ее. Поэтому будьте нежны и сами-то будьте хороши, да, а человек подтянется. Ну вот такие у нас были пять позиций. Всем спасибо за внимание. Жду ваших комментариев по данному видео. Приглашаю вас на индивидуальные расклады, на консультации по ясновидению и на ритуалы. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайк этому видео, пишите комментарии. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok